Чёрный рынок Чёрный рынок Чёрный рынок Чёрный рынок То есть они могут просто добавлять на броню элементы, которые не носят никакой функциональной роли. К броне у бойцов черного рынка особое отношение. Для них это не только функциональная защита тела, но также и какое-то проявление статуса. Особо опытные бойцы наносят на свою одежду изображение черепа, как символ бесстрашия бойца перед смертью. Жители черного рынка верят, что хорошая экипировка приносит им удачу. Поэтому нередко можно встретить случаи, когда после смерти легендарного бойца Их экипировка передается их друзьям, также с честью носится ими. Или выставляется на продажу для любых желающих и обладающих деньгами, чтобы купить ее. Вооружение черного рынка диктуется их целями и их задачами. То есть в основном это оружие, которое предназначено для мобильной войны. То есть оно легкое, но достаточно компактное, чтобы бойца черного рынка мог легко с ним перемещаться, появляться в неожиданных местах. Из вооружения у них присутствует обрез, УЗИ, АКСУ, револьвер, а также бомбовый дробовик. Со школой связана трагическая история. Когда погибал город, группа беженцев забилась на верхнем этаже школы. Они забаррикадировались от измененных животных и птиц, которые набодали на все, что двигалось. И неделю они отбивались, пытались как-то выжить. Отправляли даже группы на поиски продовольствия, потому что у них его не было. И эти группы не возвращались. Однажды утром они проснулись от ужасного грохота. Когда они посмотрели на внутренний дворик школы, они увидели, как корневая система ломает просто бетонные плиты. И тянется к местам, где они как раз забаррикадировались. Корневая система выламывала целые куски стен из мест, где они были. И туда ломанулись все измененные животные. Эти беженцы погибли. Через пять лет разведчики обнаружили эту школу, уже основательно заросшую мутированной растительностью. И они обнаружили очень редкие аномалии в этой школе. По слухам, в этих аномалиях можно добывать уникальные артефакты, из которых можно изготавливать медицинские препараты, способные оживлять практически мертвецов. Карта школы проектировалась так, чтобы даже игроки с разными игровыми стилями могли чувствовать себя полезными для своей команды. Вокруг школы находятся возвышенности и укрепленные базы, которые могут быть полезны для снайперов. Часть нижних этажей и подвал школы плохо освещены. И потому игрокам там пригодятся фонарики, приборы ночного видения, а также пистолеты-пулеметы и дробовики для ведения боя на ближних дистанциях. В школе находятся две аномалии. Одна в спортивном зале, другая в подвале и центральном дворе школы. Для того, чтобы выжить в них, кроме специализированных приборов, игрокам понадобится еще и понять, как эти аномалии работают. Наша система оружия стремится к более реалистичной модели. И потому, кроме самой отдачи при выстреле оружия, у нас также есть компенсация. И отдача автоматики, которая возникает при том, когда затвор ударяет по задней части оружия, вызывая его тряску. Дисперсия оружия зависит от положения стрелка, также от самих показателей оружия и навыков игрока. Кроме того, на стрельбу влияет используемый тип боеприпасов. Так, дозвуковой боеприпас будет очень сильно отличаться от обычного. Эта система позволит нам создать по-настоящему уникальное оружие. И так пулемет будет стрелять совсем по-другому, чем автоматическая винтовка. Кроме того, мы предусматриваем систему апгрейдов и улучшений для оружия. Так как и разные его типы, от револьверов до автоматических дробовиков, снайперских винтовок и других различных видов оружия. Разрабатывая систему повреждений для нашего проекта, мы стремились создать нечто новое. То, чего практически не видно в других играх. Так, одним из принципиальных решений было отказаться от единой полосы здоровья. Вместо этого мы сделали резональную систему повреждений. В зависимости от того, в какую часть тела попала пуля, есть несколько возможных вариантов. Так, если вам прострелили руку, то вы начинаете гораздо хуже стрелять из оружия. Если вам прострелили ногу, то вы не сможете быстро перемещаться. Если вам не повезло и вам прострелили обе ноги, то вы будете просто сидеть на месте и отстреливаться. Выстрел в голову все так же приводит к смерти. Система повреждений разделена на разные части тела. Торс, руки, ноги и голову. И повреждения в одну часть тела совсем не означает моментальную смерть персонажа. Могут быть переломы, кровотечения и тому подобное. Бронежилет не предоставляет полной защиты для персонажа. И потому, даже если он не был пробит, он может нанести повреждения персонажу. Просто от силы удара. В канун предстоящих праздников хотелось бы поздравить всех вас с наступающим Новым Годом и Рождеством. 2012-й выдался для нас годом больших перемен, но мы верим, что все эти перемены только к лучшему. Спасибо, что вы поддерживаете нас, остаетесь с нами. Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов и до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok